И вот, значит, за столиком вместе с одним, значит, российским господином сидел француз. И каждый день, когда, значит, мы приходили к столу, француз говорил своим, значит, визали, «Бон аппетит!» Наш товарищ очень серьезный вставал и говорил, «Никифоров!» Так продолжалось, значит, несколько дней, пока кто-то не догадался, сказать, «Ну что ты, француз тебе желает приятного аппетита!» «Бон аппетит по-французски!» «Приятного аппетита!» «Это тоже! В следующий раз прийти, ну и скажи, что трудно, что ли, выучить?» «Бон аппетит по-французски!» И вот, значит, наш товарищ Горький на следующий день говорит французу, «Бон аппетит!» Француз встает и говорит, «Никифоров!» Вы замечательно улыбаетесь! Я очень рада, потому что в такой праздник действительно надо, чтобы вы немножко улыбнулись, и на мне сегодня вот такая задача лежит. Я представила себе, вот что, если бы сегодня, вот, в вашу честь, вот была бы такая телевизионная передача, где собрались бы очень известные артисты, политики, которые вот обсуждали бы вот этот вопрос. У нас ведь там сейчас вот это джан-интервью, это постоянно, и все обсуждают очень важные вопросы. Там, кто должен выносить песок из-под кошки? Муж или жена, да? Очень важно. Да как приготовить омар под соком гуавы? И вот сегодня тоже такая проблема. Почему много разводов? Почему нет вот таких замечательных пар долгожителей? И вот пригласили известных людей Владимир Жириновский, Валерия Новодворская, понятно, значит, специалист по этому вопросу, Лея Хеджакова, ведущая передача «Здоровье» Елена Малышева, писатель-юмористы. В общем, началось это все с того, что спрашивают Жириновского. Говорят, Владимир Вольфович, ну вот вы дважды муж, юрий заслуженный, Почему так много разводов? Почему разводов много? Статус мужа неопределен. Что такое муж? Что это? Должность или звание? Если должность служит. Если звание не позорит. Так нельзя, кто хочет, муж. Если почетная обязанность, давай почетная признанная комиссия должна быть. Годен, строевой негоден. Все, мне на билет, и все, и все, и пусть за вас. И нельзя так, кто хочет, и муж, негодить так. Лея Хеджакова ему говорит, я с вами совершенно согласна. Кастрюлю покупаешь, гарантия, год, на телевизор, два. На мужа ничего. От мужа ведь должна быть больше пользы, чем от кастрюли, правда? На повара учат полгода, на инженера пятки. На мужа десять минут в ЗАГСе. Какой он после этого специалист? Что ему можно доверить? Если муж это хобби, тогда клоуги должны быть какие-то. Собаку купить родословную дают, дочери в клуб, правда? А мужа берешь, как кота в мешке. Я вот прожила три месяца. Уж казалось бы, какой ему еще идеал? И походка, вы знаете, и бровка тоненькая, тоненькая. Привела утренную руку и исчез, как сон, как утренний туман, ненормальный какой-то. Вы знаете, к нам на программу здоровья очень много приходит писем, из которых действительно можно сделать такой вывод, что многие мужчины воспринимают семейную жизнь, как наказание. Вот выдержка из одного письма. Если бы я не женился, я был бы полноценным мужчиной. Как было бы приятно мне и окружающим. У меня в жизни тоже был такой печальный опыт. Пылинки с него сдували. Раз двадцать за день скажешь, пойди в ванну, помой ноги. Из ванны не вылезал, жил, как в раю, сбежал, как с каторги. А такой был счастливый до свадьбы, разговорчивый, вещал на руках носить, а всю жизнь принесла на ногах. Какое тут здоровье нужно, какая передача не поможет. Я полагаю, что в стране, где главная площадь, находится под красным фонарем в виде звезды, а прозвав своей деятельности, превзошла все розовые кварталы Бестердама, семейные ценности не вписываются в коммунистический бордель. Вот, новодворская, она никогда не была замужем. Она не понимает, что это такой муж. Конечно, муж, новодворский, смертник. Кто, кто согласится, ты можешь, можно, новодворская. Для них нужны диспансеры, прививки, уколы. Нет, она не понимает, что есть такой муж, который старается бессимирить, как тот жук, который сосет кровь у коровы, чтобы отнести ее своим птенцам. И вы знаете, что на это сказал присутствующий на этом собрании Нонна Викторовна Мордякова, вот недавно ушедшая от нас вот? К сожалению, человек с такой мудростью, знаете, что она ему ответила? Ой, Жириновский, ты хоть сам понял, что сказала? Жук сосет кровь, чтобы отнести птенцам. Вот мужчинам мы жалели только в самом крайнем случае. Семейная жизнь это наказание. И потому, по всей строгости закона, к 25 годам, ну, не к трем же месяцам, как за мелкой холеганства, сбежал поймать еще срок на бой, Хирайда Хаузер. А что, чтоб каждый день со мной? Да добрая. Вот что значит мудрая женщина. А писатель-сатирик Семен Альдов, у него на этот счет своя точка зрения. Мужики, поздушите, поздрадавшего, не хотел развода. Поздучий прикупил косметичку английскую и началось. Какая прелесть, какая прелесть. А в чем я эту прелесть носить буду? Пришлось купить сумку из кожи не нашей. А она в слезы с такой сумкой в рваном платье, скажет, своровала. Пришлось покупить и платьице французское. Она его одела, у меня язык отнялся и все прочие органы. Думаю, как же мне, просто, чтобы смертно мужить с такой королевной. Короче, мужики, не хотите их потерять? Ничего им не покупайте. В том, что есть, они никого, кроме вас, не нужны. Кто за? Прошу аплодировать. Спасибо большое, дорогие друзья, с праздником, улыбок вам и еще долго-долго понимание, чувство юмора и счастливой дальнейшей жизни. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.